добрый день всем солнечный осенний день сегодня вот подошло время очередной осенней прививки в штамп куста кстати такую же прививку в штамп по той же технологии абсолютно точно так же вот как сейчас я буду делать можно и проводить и нужно тоже проводить и весной вот я буду вот этот куст аркадии при перепрививать и привью на него кишмиш находку этому кусту уже 9 лет посмотрим какой толщины у него штамп сейчас буду удалять верхнюю часть этого куста всю надземную часть вот обрезаю все побеги все рукава для того чтобы они не мешали мне дальнейшем обкапывать откапывать штамп куста все что мне мешает удаляю видите вот так вот после обрезки осталось в луночке вот такая вот голова одна голова куста я сейчас начинаю голову эту раскапывать чтобы углубиться вниз и иметь возможность срезать эту голову обнажив штамп лунка должна быть такого размера чтобы затем я мог свободно работать делая прививку до голова у этого куста большая мощная копать надо глубоко чтобы добраться до штампа ну вот я углубился примерно на 25 сантиметров вот она голова а здесь внизу штамп он естественно уже и сейчас я буду спиливать эту голову оставляя освобождая обнажая штамп куста вот так вот вот это дело спиливание головы подходит концу дело было нелегкое дышать стал часто но вот 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 она голова куста а вот обнажился срез штампа во время очистки штампа вот еще кусок отделился видите вот так был штамп он на корне на своем мы его уберем вот и штамп я очищаю вот так вот от старой коры убираю всю старую разложившуюся кору очищаю ну вот к прививке я готов штамп очищен готов тут вокруг него место углублено можем раскалывать затем что я приготовил сюда для прививки вот здесь у меня ящички значит банка чистой водой баночка с водой в которой я капнул согласно инструкции гумиам это стимулятор роста и также стимулятор корнеобразования можно применять любой стимулятор роста а можно обойтись и без него но я использую его для того чтобы улучшить срастание компонентов прививки здесь у меня два черенка привойна привойные которые я буду прививать это у меня кишмиш находка при выборе черенков старайтесь выбрать такие череночки если вы будете прививать 2 глазковые черенки чтобы вот эти междоузлия были покороче вот кстати черенки оба глазка все вот это верхняя часть черенков запарафинированы кроме того у меня здесь прививочный нож для обработки черенков хлопчатобумажная лента это киперная лента так называемая тесьма кусочек туалетной бумаги для чего все это вы увидите ну естественно топорик для расщепления штамба нож и секатор и так приступаем прививки топориком и молотком расщепляю штамп кстати когда вы будете его расщеплять то расщепляйте его по большей диагонали не если он у вас штамп овальный то по большему размеру расщепляете ну здесь у меня штамп примерно одинаковый я расщепляю так как мне его удобней с помощью топорика и молотка и вставляю клин это у меня большая отвертка отверточка вот здесь как видите вот тоже штамп расщепился немного ну ничего хорошо оставляем так штамп и приступаем к зарезке черенков обрезаю штамп обрезаю черенок ниже нижнего глазка отступив 4 сантиметра 4 5 сантиметров вот так и делаю зарезы зарез делаю я буду прививать буду делать зарез на конус с плечиками для этого я зарезаю делаю зарез перпендикулярно оси черенка как видите а затем поворачиваю и иду делаю срез на край вот так не беспокойтесь если с первого раза не получилось можно сделать это за несколько раз это одна сторона то же самое делаю с другой стороны делаю зарез перпендикулярно оси черенка затем поворачиваю нож и зарезаю дальше несколько раз приводите ваш срез в порядок не беспокойтесь не думайте что только один раз надо провести ножом все срез готов можно вот здесь поправить немножко плечик все чтобы этот срез не окислялся опускаем черенок банку с чистой водой то же самое делаем и на втором черенке обрезаем отступив один сантиметр от глазка делаем зарез поворот и протягиваем нож то же самое с другой стороны зарез старайтесь руками старайтесь руками не касаться срезанных частей чтобы не окислился ваш срез вот так готов еще вот так и опять опускаем водичку достаю черенок один и опускаю его на 5-7 секунд в раствор гумиама все после этого вставляю черенок в расщеп так чтобы нижний глазок смотрел наружу вот так при этом работаем немножко клином расщепляем должны совпасть комбиальные слои вот один черенок вставлен комбиальные слои вот здесь совпадают но на полтора где-то два миллиметра черенок заглублен внутрь штамба теперь теперь берем второй черенок также опускаем его на 5-7 секунд раствор гумиама и также вставляем штамп в расщеп также добиваясь совпадения комбиальных слоев теперь вот туалетная бумага вот кусочек берем туалетной бумаги размачиваю ее в воде и этой бумагой заделываю вот эту вот щель вот это очень простой способ теперь прокладываю так вот сверху между черенками кусочек полиэтилена и обматываю хлопчатобумажной тканью или любой тканью или веревкой шпагатом которая от времени разрушится то есть не пластиковую не химическое а вот хб или там лен что-то такое пройдет время полгода до несколько месяцев и это этот шпагат разрушится и не будет перетягивать штамп перетягиваем прививочку чтобы черенки хорошо держаться не конечно стянуты и так самым самим штампом штамп ведь сопротивляется расщепление вот так затянул и теперь завязываю ну и теперь заключительный этап место прививки должно быть естественно постоянно влажным и чтобы предохранить от внешней от воздействия внешней среды от испарения то есть от высыхания места прививки если вы это делаете к примеру весной ну я делаю осенью но она будет весной меня жить так сказать поэтому я вот что замочил глину в ведре обыкновенную глину и теперь обмазываю место прививки весь штамп вот этой глиной наиболее скажем грязная работа но неплохая так как процесс выполнен прививка сделан и я обмазываю его глиной 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 как я и говорил предохранит штамп и прививку вот из сушения ну естественно вы поняли как это тут уже сильно показывать нечего вот так как я делаю эту прививку осенью то на зиму я что сделаю я поставлю на это прививку обрезанную патилитровую баклажку вот и засыплю ее эту баклажку вместе с черенками которые будут находиться внутреннюю засыплю сверху землей так у меня прививкой будет зимовать но это я сделаю перед наступлением морозов так как у меня черенки запарафинированы они будут сейчас стоять вот так у меня и не будут иссушаться так еще добавляю водички хорошенько то есть в регионах с мягкими теплыми зимами можно вполне проводить и осеннюю прививку в штамп даже вот в эти вот месяцы оставшиеся сейчас середина октября октябрь ноябрь ноябрь у нас теплые то есть уже будет происходить происходить процесс сращивания а вот прививка и готова сейчас немножко залью лунку копичкой все пусть стоит сращивается срастает у кого это весной меня осенью перед морозами укрою а кучу землей так она и перезимует удачи вам успехов и пробуйте если сомневаетесь попробуйте и вы будете знать можно делать у вас прививку осеннюю или нет с мягкими зимами прививка осенняя очень просто очень легко и практически всегда получается